Самое экономически развитое государство на континенте. Численность населения 48 миллионов человек и насчитывает она около 11 официальных языков. Самая дешевая по себе стоимость электричества, самый крупный алмаз в мире был найден именно здесь и по территории этого государства курсирует самый люксовый поезд, стоимость поездки на котором обойдется в полторы тысячи долларов. И речь, если вы еще не догадались, идет о ЮАР, правильно, Южноафриканская республика. Именно там, именно в этом году с 8 по 14 февраля пройдут всемирные рыболовные игры. И мы с вами сегодня поговорим о них и о значимости этих игр с непосредственными участниками и действующими чемпионами России по ловле спиннингом с лодок. Максим Дубковский, Сергей Карпов. Блиц-опрос. Быстрый вопрос, быстрый ответ, кроме тех, которые предполагают развернутые. Чувство юмора не теряем, все сохраняем, все четко, красиво. Поехали? Готовы? Поехали. Так, парни, расскажите о себе коротко. Где родился, когда учился, первый раз спиннинг в руки взял, когда потерял приманку первую. Ну, в общем, короче, сколько занимаешься этим безобразием и вообще для чего тебе это? Дорогие друзья, привет. Зовут меня Сергей Карпов. Рыбу ловлю 43 с половиной года. Спиннингом при этом ловлю 35 лет. Очень люблю ловить рыбу на Волге. Любимый вид джиг. Это любимый вид рыбы? Любимый вид ловли. Любимый вид ловли спиннингом это ловли на джиг. Есть фишка ловли ратлинами. Очень нравится. Ну, ты прям все фишечки сразу не выдавай. Да. А ты ему говоришь про хиппак. Ну, как много вопросов задал. Он уже все расслышал, да, много вопросов. А, вот Морс, да. Друзья, всем привет. Меня зовут Дубковский Максим. Я проживаю в городе Орел. В рыбалке я уже, наверное, чуть... В рыбалке я тоже орел. Да, в рыбалке. Где-то чуть больше 20 лет. Основное направление это спиннинг, это ловли хищной рыбы. Как я вообще туда пришел, в это безобразие, как ты это обозвал, да, Вить? Все банально и просто. Это все с детства. Это сначала дедушка, потом отец, и потом пошло, пошло, пошло вот так. И вот теперь мы едем в ЮАР. Зачем вам это надо? Хочется быть лучше и выше. Это ты сейчас ответил про ЮАР? Или ты ответил целиком про увлечение этим? Знаешь, ну, есть хобби, а есть, как бы, там, твоя работа. То есть здесь кто как это воспринимает. Для кого-то рыбалка хобби, для кого-то рыбалка работа, для кого-то рыбалка это просто... Для тебя конкретно что это? Посидеть возле костра, там, попить пивка, съесть шашлык, классно провести время. Для меня это, наверное, как сейчас модно говорить, это когда хобби перерастает в работу. Мне все проще. Хочу увидеть жирафа и крокодила на фоне озера, в котором я буду ловить рыбу. Я знаю способы при этом не ехать в ЮАР. Можно и на Волге. Это ты, ты еще вроде этого. Нет, ну, смотри, ты по ЮАР ответил, а вообще зачем тебе это надо? Ну, я имею в виду спорт. 35 лет посвятил рыболовному спорту, чтобы жирафу посмотреть. Я вообще люблю спорт. И рыболовный спорт он занялся гораздо позже, всего где-то 6 лет. А вообще с детства занимался баскетболом. И спорт сам по себе привил такое чувство, когда ты всегда хочешь доказать, что ты лучший. Всегда ты хочешь чего-то достичь. И вот, когда ты ставишь перед собой цель, ее надо, по моим понятиям, достичь. Я себе цель поставил стать чемпионом мира. И пока я им не стану, буду пытаться, буду ездить по всему миру, я обязательно не стану. Ну, поедешь, ЮАР доказывает, что ты классный баскетболист именно жирафу, да? Он же вышел. И что, что, я игрок команды. Я понял, понял. Так, парни, ну поскольку это... Сейчас, секунду. Сережа-то у нас уже третье место занял на чемпионате мира, который проходил в России. То есть, он, видишь, медленно, но верно, он идет к своей цели. Ну, давайте скажем, что ЮАР все-таки это не просто чемпионат мира, да? Это всемирные рыболовные игры. И это, на самом деле, очень важно. Да, условно, это олимпийские рыболовные игры, по большому счету. Потому что последний раз это проходило, по-моему, в 2011 году в Италии. Да, совершенно верно. Это большой, как бы, кусок времени прошел, да, пока вот опять все это собралось. Ну, моста тоже не сразу строилась, то это ничего страшного. Три плюса и три минуса этого увлечения, если мы прорывал на спорт. Релакс. Это, наверное, название приманок? Тогда не так. Отличная поддержка себя в форме, в спортивной форме. Это отдых от любой информации, очищение мозга. Общение с природой. Это плюсы. Минусы. Занимает много времени. Финансово затратно. Ну, а вообще минусов больше нет. Смотри, у тебя плюсы перевезли. Ну, а не по сути дела, я, как бы, Сережа полностью солидарен. Ну, от себя хоть один минус еще добавь. От себя минус. То есть это время, это затраты. Слушай, а больше, да, на самом деле минусов больше нет. Ну, впрочем, то есть, если вдруг крокодил откусит ногу, мы не будем считать это за минус. Это будет все равно. Так у нас страховка покрутить. Ну, ты же буждя, а крокодила или тебя могу из страховка? Ну, кто кому откусит. Я крокодила, льва мне откусит. Вот вопрос из 90-х, между прочим. Кто по жизни, но он правильный вопрос. Бродель. Ты? Ну, то есть не определился, ладно. Значит так. Кто-то-то, бродель. Тогда коварный. Жена, дети, любовница, девушка. Как они относятся к вашему увлечению? Хорошо. То есть положительно у тебя? Да, это, наверное, одно из самых главных, когда твоя жена, твои дети разделяют и поддерживают тебя в твоем увлечении. А, вот ты вот развернул. Просто хорошо может быть, знаешь как? Хорошо, дорогой, чем больше. Это же близко. Ну, я понял так. Самый яркий момент с рыболовной карьеры. Вот самый яркий. Самый яркий это... Да я скажу, да я скажу. Ну, сейчас ты скажешь. Я скажу. Это один из закатов, которые я видел на рыбалке. Они каждый по-своему красивый, но вот один из них точно самый яркий и самый запоминающийся. Максим? Ну, для меня, наверное, это самый яркий момент. Это когда мой ребенок пошел со мной на рыбалку, и он поймал первый уровень. То есть для меня это, я это помню до сих пор, это был небольшой жерех, но те эмоции и тот адреналин, который он испытал, я вот, так сказать, пропустил это через себя. То есть, наверное, вот так. Ну, хорошо. А первый секс в каком возрасте был? Быстро, это же Блица. Молодой. Ну, смотри, вот Серега наден, он не теряется. Да? Да, да, был, да. Очень-очень красавчик. Ну, что, был, да, был. Молодец. А на рыбалке? Примерно в том же. Я не пойму, у вас секс начался на рыбалке раньше, чем в принципе он начался. Ну, что, он сейчас упал, знаешь, секс в рыбалке перешел. Отлично получилось. Ну, хорошо. А вот самый большой трофей, какой, когда, где? Сом 41, щука 11, судак 8, окунь 2, жерех 7. Ну, то есть, сом самый большой? Да. Эта щука около 9 килограмм, кстати, пойманная в Сызрани. Круто. Да, кстати. А самая дорогая снасть, которую держали в руках, ну, там, отдельная или снасть в совокупности? Ну, то есть, это может быть, как удочка, как... Ну, снасть это может быть полностью собрана, да. Может быть, просто отдельный элемент этой снасти, то есть, как шнур, катушка, удилище, приманка. 2 тысячи долларов. Да, это была катушка около 150 тысяч рублей. А у тебя вот эта за 2 тысячи долларов, это что было? Ну, спиннинг и катушка. Ага. Но это интересная была снасть, или это просто непонятно за что 2 тысячи долларов? Да нет, зачем? Нормально. То есть это хорошая снасть, то есть они есть и дороже, естественно. Это спиннинг хороший японский и хорошая японская катушка. Тогда логичный вопрос следующий. У тебя в арсенале таки есть? Нет. А у тебя? Мы столько не зарабатываем. Слушайте, ну классно. Тогда следующий вопрос более чем актуальный. Я не вру, вот он прям в списке идет. Ну и сколько зарабатываете? На жизнь хватает. Ну ладно, без лишней скромности. Зарабатываю я хорошо, но очень много трачу на работу. Ну это нормально. Вот это как раз нормально. Хорошо, тогда более правильный постановок вопроса. А увлечение этим спортом? Сколько денег стоит? Ну можно в цифрах, а можно в процентах от бюджета? Половина бюджета, да. Ну я не могу сказать, что у меня где-то это процентов 30, наверное. Ну потому что Сергей, скорее всего, он ловит больше с лодки, да? А это постоянно заправляет, заправляет катер. Бензин у нас, ребят, сам знает. Ну то есть, просто как бы заправляет, а катер сам денег. Ну вот. То есть и за счет вот этого получается вот такая сумма. У меня больше береговая ловля, то есть у меня где-то порядка 30%. На ваш взгляд, самые крутые российские соревнования? Чемпионат России. Да, да, безусловно. А если из коммерческих? Это однозначно палка. А не кажется ли, что пал? По сути, мерянее шлангами между мужиками. Ну там, у кого круче катер, у кого длиннее палка там и так далее. Ну согласись. Так в этом же и крутость. Вопрос самый крутой. Ну, я говорю, правильно? Конечно. По сути, у нас, по сути, мне кажется, и политика так же построена. Да, это просто государство меряется, у кого какие длина ракеты. У нас любое общение, особенно среди мужиков, сводится к мерянею. Как бы мы ответили на этот вопрос? На самый главный, между прочим, вопрос среди мужиков, да, мы ответили. Поэтому для чего нужна рыбалка, а вот чтобы. Да, немаловажно в том числе. Что важнее, победа или участие? Естественно, победа. Участие. Где-то мудрость, где-то такое рвение и желание. Так, хорошо. Тогда важный вопрос по поводу именно поездки. А готовы проиграть достойно? Готовы достойно выступить. Хорошая поправка. Потому что, в принципе, ведь победы, они же куются не просто так, да. И сладость победы, считается, чем сложнее борьба, тем выше сладость победы. Правильно? Правильно. Поэтому победить, мне кажется, не самое главное, а вот достойно показать себя на этих соревнованиях. Тем более, что это все-таки. По сути, олимпийские игры для нас, как для рыбового спортсмена, да, и для вас это действительно важно. Тогда вопрос непростой, но очень, как говорится, в тему. А если вы играете, готовы списать джигу на подиуме? Легко. Поддержишь? Молодец. Вот это мне нравится у нас, парни. Так, что ждете от себя на этом турнире? Вот именно от себя и на турнире. Да. Сложно, конечно, сказать, что можно ждать. Но очень важно будет перестроить свой мозг, потому что никогда прежде подобных видов рыб я не ловил. Водоемы пресные в южном полушарии не посещал. Очень интересно будет подстроиться, подобрать в своем арсенале или почувствовать где-то внутри себя что-то такое, что позволит найти правильный подход к той местной рыбе и ее поймать. Можно говорить, но просто надо въехать в тему. Ну вот от себя ты что хочешь? Да, как Сергей сказал, мы не ловили ни разу эту рыбу. То есть и сейчас сложно что говорить. Нет, ты ждешь все равно от себя что? Что, вот как сказал Сережа, там, например, поменяется какое-то внутреннее, что надо себя перестроить. А в любом случае так и придется себя перестраивать, потому что, повторюсь, это та рыба, которую мы не ловили. И повадки у нее совершенно другие. Ну и сначала у нас есть какой-то определенный базис, и мы его постараемся применить. А там уже получится, не получится. Если не получится, будем сразу искать новые фишки, новые темы, импровизируемые. Вот такие ловли на сосиски, на морковки, бананы. Ну, практикует, я же знаю. Все-таки южная оригинальная. Но, к сожалению, правилам мировых чемпионатов это запрещено. Да? Да, но мы подберем аналог искусственной приманки, которая будет похожа на сосиски, которыми юаровцы ловят сомиков. О как. Значит, да, запомню, вот такой вот интересный совет от, между прочим, чемпионов, да? Хорошо, а от турнира ждете для себя что? Это не просто чемпионат мира. Это всемирные рыболовные игры, которые проводятся один раз в пять лет. А это не просто 16-20 участников по нашей дисциплине спиннинг с лодок. Это более 30 стран. Это, соответственно, живое общение с представителями этих стран, с таким же рыболовом, как и мы, с таким же менталитетом. Просто ловят они другими снастями. Это очень интересно. И вот, собственно, от этого мероприятия я жду вот этого общения, которого... Опыт, бесценный опыт. Да. То есть обмен опытом? Вот самое основное, что ждете, это обмен опытом? Ну, это безусловно. То есть то, что как бы посещать этой страны, посмотреть вообще, как они там живут, что за рыбу у них водят. Я думал, у нас даже вредит такие же пластиковые пакеты на берегу валять, как у нас. Чтобы посмотреть, походить там по ЮАРу. Вообще, что это значит? Ну, подожди, насколько я знаю, я могу ошибаться, поправьте меня, да, там, сколько, тур 6 часов идет? Тур 6 часов. Два тура по 6 часов. Две тренировки. Предварясь будут, будет официальное открытие, где будет... Там церемония даже открытия, я знаю, я уже ошибаюсь. Да, церемония закрытия, церемония награждения, праздничный ужин, где как раз можно пообщаться с другими. Очень много мероприятий, но основное время, естественно, у нас займет это тренировки и непосредственно подготовка снастей, подготовка тактики, стратегии на туры. Ну, если 6 часов тур, то, в принципе, из 24 часов можно выкрыть время. Ну, часик-другой хотя бы что-то посмотреть, я думаю. Конечно, обязательно. Если будет, то, в принципе, хотя бы где продаются эти бананы, на которые ловят местные гады. Окей. Кстати, знаете, что хотелось бы спросить? Вы же вдвоем, это же не вся сборная России. Конечно, не вся. Вот, для наших зрителей, кто там, что там? Ну, Вова Иноземцев, это мы знаем, что Вова, без него никуда. Вот, вот, в данном случае, хочу поправить, последний, ну, крайний чемпионат мира, который был в России, Владимир Иноземцев, он был старшим тренером сборной, а в данном случае он через чемпионат России является и тренером сборной, и входит в состав участников. То есть он отобрался в состав участников. Играющий тренер. Играющий тренер. Играющий тренер. Сильно, сильно так. Владимир Иноземцев в паре отобрался со Стасом Седлецким. Соответственно, Максим Дубковский, Карпов-Сердьёй, Павел Крылов и Александр Гришенко. Вот, шесть человек, два экипажа будет в первом туре выступать, четыре человека, и два человека будет запастать. Слушай, а я вот не так давно читал, вот раньше, по-моему, в условиях было там семь человек, то есть один как судья идёт отдельно, да, и два как раз вот запасных игрока, и две пары участвуют. Обязательно в составе не более шести спортсменов. Может быть тренер, может быть официальный представитель делегации. У нас от Министерства спорта едет вице-президент Мировой Федерации, учеников, то есть он едет в составе нашей делегации, то есть всего семь человек. Тогда логичный вопрос. А что вообще знаете о стране пребывания, в которой будет проходить соревнование? Африка, Юг, Нельсен Моно. Про жираф мы тоже поняли. Пятёрка зверей, то есть там все есть, вот, пятёрка самых крупных африканских зверей, алмазы. 2019, всемирные рыболовные игры от Юра. Самое главное, наверное, на данный момент, всемирные рыболовные игры. Что, не пугает? У них же, несмотря на то, что это одна из самых, между прочим, развитых стран на континенте, да, то там диких обычай племён еще хватает. Но я не думаю, что мы будем куда-то уходить, в такие криминальные районы, где пасусы. Соответственно, вопрос напрашивается, там, мирместин, вазелин, презерватив взяли? Готовы? Сделали прививку. А, ну, уже хорошо. И закупили таблетки от малярии. Ваши самые большие страхи. Вот не бывает, чтобы их не было, поэтому самый большой страх. Да нет страхов. Да так не было. Нет, нет, на самом деле есть, есть, наверное, один, но я стараюсь его гнать. Хреново выступить. Ну, вот не может быть страхи, чтобы их не было. Ну, хоть один, но он есть. Это же человеческая натура. Не попробовать мясо. Жирно. Нужно африканского крокодила. А, крокодил. Слушай, ну, это не попробовать, да, это страх? Окей, тогда самая заветная мечта. Стать чемпионом мира. Твоя. Мы сейчас про рыбалку? Не надо. Вопрос ответ. Да. Да, достаточно. Тогда следующий вопрос будет никто. Просто следующий вопрос был, а рыболовная? Мы сразу в одной, как бы, да? Хорошо, а если я тогда задам наоборот? А не рыболовная? Увидеть закат еще красивее, чем тот самый красивый. А вот увидеть его на Волге или увидеть его где-то в другом месте? Не имеет значения. Ага. То есть сам... Ну, что, кстати, красивый? Это романтик, блин. Вопрос, который, кстати, часто задается спортсменам, профессионалам. Что хотите пожелать себе перед этими соревнованиями? Или на соревнованиях? Как на путстве? Спокойству. И капельку, может быть, удачи. Везения. Найти в себе вот тот, то ядро, которое поможет реализовать себя, как рыболова на чемпионате мира. Загнуто, да? Да, да, я сам не сразу понял ничего. То закат, то ядро. Красавчик, блин. Не просто романтик, философ и мудрец, да? Ну, окей. И напоследок, как на путстве и, собственно, как вот ваша мудрость житейская, совет начинающему рыболову-спеннингисту. Практикуйте, и все получится. Ловите и поймайте то, что вы хотите. Да. Ставьте цели, идите к ней, добивайте себя. Ну, это банально. Банально, да. Я могу сказать по себе, у меня была одна цель. Я шел к ней, шел к ней, пускай не сразу, не год, не два. Ну, я добился этого. Ну, ты к ней пришел. Да. Ну, до этого у меня была цель. Теперь цель просто увеличилась в масштабах, да? И ты продолжаешь. Да, теперь, конечно. Я попал на чемпионат мира, теперь хочется выиграть. Ну, а мне тогда, со своей стороны, остается вам пожелать только ни пух, ни пера. Ну, я не знаю, там, ни жирафа, ни бегемота, ни крокодила. И попробовать все, что вы запланировали. Спасибо вам огромное. Я там буду за вас болеть. И вам туда же, на этот континент. Случайно можно проиграть. А вот победить случайно нельзя. Будем болеть за наших парней и держать за них кулачки.